Многие считают, что в онлайне нет четких моральных правил, как в реальности. И то, что неловко сказать в глаза, запросто можно написать в комментарии. Именно поэтому тот, кто ведет себя агрессивно в интернете, не всегда может осознавать, что его поведение – это психологическое насилие с последствиями в реальной жизни. В совместном проекте МТС и ЮНИСЕФ Беларуси мы продолжаем говорить о безопасности и этичном поведении в интернете. Сегодня обсудим, как родителям вовремя понять, что их ребенок ведет себя агрессивно в интернете и как ему можно помочь. Детям свойственно шутить друг над другом. Хорошо, когда оба участника разговора или переписки воспринимают это одинаково, общаются на одной волне. Но если такие шутки направлены на кого-то конкретного, унижают или оскорбляют его, повторяются постоянно – это уже травля или кибербуллинг. Понять, что ваш ребенок ведет себя агрессивно в интернете непросто. На что стоит обратить внимание? Ребенок все чаще стал рассказывать о своем превосходстве над кем-то. Ребенок стал вести себя заметно грубее. Он предпочитает общаться с теми, кто демонстрирует силу. Шутки ребенка стали более грубыми и злыми. Он отдаляется от друзей, с которыми раньше общался больше. Вы заметили, что он пишет оскорбительные посты или комментарии. Он старается пользоваться смартфоном или компьютером так, чтобы ему никто не мешал. Ребенок нервничает, злится больше обычного, если гаджет попадает в руки родителя. К вам обратились родители другого ребенка или педагог по поводу его агрессивного поведения в сети. Конечно, осознать, что ваш ребенок – хейтер, неприятно. Многие родители не хотят вмешиваться в эту ситуацию в силу различных установок. Например, дети уже взрослые, должны сами разбираться. С ребенком дома невозможно справиться, как его контролировать в онлайне. Это не моя проблема. Сложно понять в интернете, кто виноват. Но если самоустраниться, ситуация может привести к серьезным последствиям не только для жертвы травли, но и для вашего ребенка. Участие в кибербуллинге наносит вред цифровой репутации ребенка, что в будущем может сказаться, например, при приеме на работу мечты. Доказано, что у хейтеров осложняются отношения с окружающими. У ребенка формируется агрессивная модель разрешения конфликтов. Еще один важный момент – реальная ответственность перед законом. Кибербуллинг среди детей не заканчивается сам, а требует помощи взрослых. Итак, вы намерены действовать. Сначала давайте разберемся, как поступать не следует. Обвинять и ругать ребенка, особенно в присутствии других. Это приведет только к отчуждению и враждебности. Вызывать у ребенка чувство вины и давить на жалость, описывая страдания жертвы. Навязанное чувство вины не поможет осознать суть проблемы, вреда и последствий. Искусственная жалость может лишь привести к большему негативу по отношению к жертве. Лишать ребенка интернета и гаджетов, требовать удалить аккаунты. Это не решит проблему, вне дома он найдет, как подключиться к сети, например, со смартфона друга, и завести новые аккаунты. Оправдывать поведение ребенка попыткой отстоять себя, поставить кого-то на место. Никакой конфликт не может быть поводом, чтобы оправдывать кибербуллинг. С этим разобрались теперь о том, что необходимо предпринять. Выясните причину агрессивного поведения. Спокойно расскажите ребенку, что вы видите его агрессивное поведение в интернете и это вас беспокоит. Расспросите откуда ненависть к жертве, что послужило причиной. Если дело в конфликте, вместе порассуждайте, можно ли решить ситуацию мирным путем. Если ребенок ведет себя агрессивно, потому что все так делают, опишите ситуацию, с которой сталкивается жертва. Дайте ребенку сделать вывод самому, независимо от мнения окружающих. Попросите посмотреть на ситуацию со стороны и ответить на вопрос «В чем смысл твоей агрессии?». Расскажите о цифровой репутации. Объясните ребенку, что любые комментарии, посты, видео, мемы остаются в интернете навсегда. Расскажите, что в будущем они вполне могут повлиять на получение работы мечты. Недоброжелатели могут использовать этот материал, чтобы навредить репутации, когда ребенок вырастет и добьется карьерных высот. Расскажите об ответственности перед законом. Четко объясните ребенку. Человек, которого он сейчас травит и оскорбляет, имеет полное право обратиться к правоохранителям. Нужно говорить, что травля в интернете – это тоже форма насилия и за нее предусмотрена реальная ответственность. Предложите вместе просмотреть посты и комментарии, которые были адресованы жертве, и по возможности удалите их. Рассмотрим еще одну ситуацию. Вы заметили, что ребенок управляет явно не своим аккаунтом в соцсети и постит там неприемлемый контент. Объясните, что это очень серьезно и за это тоже может наступить ответственность перед законом. Удалите неприемлемые посты и комментарии. Если необходимо, можно связаться с владельцем аккаунта, принести извинения, предложить мирно решить проблему. Научите ребенка управлять стрессом. Через онлайн-агрессию ребенок может пытаться облегчить свои собственные переживания и стресс. Попробуйте поговорить с ребенком о том, что его тревожит. Помогите ему разобраться в себе, вместе найдите причины агрессии и научите его справляться с эмоциями. Предложите ему мирные способы выпустить пар – спорт, тренировки и другие занятия по интересам. Если самостоятельно помочь ребенку не получается, не дистанцируйтесь, обратитесь к психологу. Проговорите ситуацию кибербуллинга и решите, как ребенок может ее исправить. Иногда достаточно просто попросить прощения у жертвы, но некоторые ситуации могут потребовать присутствия всех сторон кибертравли. В таком случае стоит выбрать для общения нейтральную территорию и настроиться на доброжелательный и честный разговор, который должен привести к примирению. А что делать, если самостоятельно не получается договориться с ребенком и решить проблему? Можно обратиться за помощью к психологу, который умеет работать с подростковой агрессией. Боитесь, что ребенок не согласится? Ваша задача – уговорить ребенка прийти на первую встречу. Профессионал сможет мягко и грамотно убедить ребенка разобраться в ситуации кибербуллинга и разрешить ее. Итак, подытожим. Будьте внимательны к поведению ребенка. Если опасения, что он инициатор или участник кибербуллинга подтвердились, не оставайтесь в стороне. Разговаривайте спокойно, без оскорблений и крика. Действуйте последовательно. Разберитесь с причиной. Расскажите о последствиях участия в кибербуллинге и ответственности. Постарайтесь помочь ребенку исправить ситуацию. Если самостоятельно разобраться в ситуации не получается, обратитесь к психологу. Кроме того, расскажите ребенку, что существует круглосуточная детская телефонная линия 8 801 116 11 и онлайн-чат на kids.pomogut.by, там помогут анонимно и бесплатно. По ссылке под видео можно пройти тест по кибербуллингу, основанный на реальных историях. Он даст возможность почувствовать себя в роли одной из сторон травли и научит справляться с такими ситуациями. Комментарии к тесту станут советами, которые помогут грамотно реагировать в случае кибербуллинга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...